Всем привет! С вами Алексей, вы на канале Сантехстроя. Сегодня у нас пойдет речь о чистовой установке сантехнического оборудования. И с какими нюансами здесь можно столкнуться. Здесь с предыдущими сантехниками были сделаны черновые работы. Плиточник положил плитку и сейчас, в данный момент, мы начинаем делать чистовую установку. Но здесь, если видно, сталкиваемся с такими проблемами. Здесь, когда мы полностью передвинули, здесь видно, есть щек. Здесь два варианта. Либо же будем резать чашечку, либо же подрезать сам фрез, чтобы у нас идеально четко все это стало. Чтобы нигде не было никакого зазора. Я потом в дальнейшем покажу, как это будет выглядеть. Это первый нюанс. Здесь, если видно, у нас стоит наружная резьба. И это изначально резьба была уже сделана застройщиком. Здесь с другими сантехниками был придуман вариант сделать вот такой вот, грубо говоря, кран. Либо же поставить вот такой. Типа говоря, другого варианта как бы нет. Ну, поэтому мы здесь и смотрите, что мы придумали. Будет ставиться вот такая вот переходная муфта. Сразу заранее мы купили. Здесь, если видно, везде стоят вот такие вот наружные резьбы. И будем ставить вот такую вот хромированную муфту и вкручивать в кран. Для того, чтобы был эстетический век. Поэтому мы и находимся в данный момент здесь. Но это еще не все. Здесь также будет у нас пристенный унитаз. Вот такой вот план. Здесь видно выход канализации, где он находится. И сейчас нужно будет установить этот унитаз. Но если здесь видно, вот здесь стоит такая вот планочка. И эта планка, она нам не даст установить его при стенку. Он либо же будет стоять за канализацией. Будет 20 сантиметров от стенки. При этом он будет выдвинутый вперед. И будет неудобно сидеть. Либо же будем отпиливать вот эту вот часть. Для того, чтобы он полностью пристал к стенке. Как мы это будем делать? Будем делать вот таким вот алмазным кругом. И посмотрим, что это с этого у нас получилось. Так что, поехали. Будем пробовать резать и посмотрим, что у нас с этого получилось. Ну что? Давайте. Первый раз это делаем. Когда я не делал. Я не делал. Вот у нас получилось. И еще раз повторюсь. Мы делали вот таким вот тонким кругом. Без всяких насечек. Как бы результат видим. Так что, если кому-то будет это видео полезно. Ставим обязательно лайк. Ну что, погнали. Устанавливаем. Унитаз мы подрезали. Сейчас будем подрезать наш фрез. Вот. Решили подрезать фрез. Почему? Потому что, если подрезать вот эту вот чашечку, получится так, что может быть, будет видно желтый. Здесь получается металл, покрытый никелью. Так что, решили лучше подрезать аккуратно фрез. Чтобы было красиво. Красиво. Закрываем вот эту часть. Будем подрезать. Сантехника это вообще явленная работа. Это надо вот сейчас лен сюда положить. Вот мы положили лен. Это с помощью пинцета. Чтобы это все аккуратненько закрутить. И сейчас вот мы все это промазаем пастой. С помощью отвертки. Потому что другого варианта как бы нет. И сейчас мы будем накручивать сюда муфту. Вот так вот. Чтобы все четко было и аккуратно. Вот так. Вот так. Сейчас будем устанавливать, как я и говорил, чашечку и кран. Здесь изначально как бы был пожарный. Именно кран. Но вот хозяева решили, что сказали, что лучше его оставить. Пускай будет. Будем пробовать оставлять. Вот так у нас получилось. Установить чашечку. С краником. Вот здесь из-за вида, как мы зарезали. Все. Все вам покажу. Все это четко здесь подрезано. С этой стороны. И все везде у нас идеально подходит. Также установили здесь два крана тоже с чашечками. И сейчас будем устанавливать унитаз. И сейчас я вам покажу. Вот мы подрезали заднюю стенку. И сейчас вспомню. Я вам покажу, как это будет здесь выглядеть уже, когда он будет плотную к стенке. Потому что, если понимаете, если мы не зарезали, у нас было здесь 20 сантиметров от стенки. Это было весьма некрасиво. Так что, лучше немножко потратить время и сделать так, чтобы потом заказчик мог вспоминать на это добрым словом. И вот таким вот образом мы здесь установили гигиенический душ. Вот как он выглядит. Все как здесь зарезано. Подемонстрирую, как он работает. Так, вот. Откроем. Все работает. Все отлично. Все видите, вот. Я отпускаю, и даже нету ни одной капли. Чем удобно? Вот такие вот ледомовки с нефитерем. Видите? Печетка. Дальше. Крышка с плавным пуском. Вот так вот мы подогнали его под самый край плитки. Здесь вот все точно. Прямо по плиточке везде. Здесь все это шов мы аккуратненько везде просиликонили. Как я говорил, краны для умывальника. Сейчас покажем, что мы сделали. Смотрите, как мы сделали здесь. Получается, вот идет такой вот с умывальника выход. выход именно с сифона. И здесь просто по прямому идет в канализацию. Здесь видно, даже вот показано, как сейчас я вам покажу. Даже на инструкции, чтобы просто выход просто идет в канализацию. Но это, вот это неправильно. Мы решили сделать здесь вот такой вот гидрозатвор с самой вот такой вот гофры. для того, чтобы у нас запах с канализацией не попадал уже ну, как бы на кухню. Получается, если без вот этого вот перегиба, здесь бы постоянно был бы запах. Ну, вот решили с таким вот минимальным затратами как бы избежать с этого. Здесь еще установили вот такой вот сифон для стиралки. именно для посудомоечной машинки будет здесь выход канализации, чтобы так же не было такого, когда дверька будет открыта, чтобы стоял запах канализации. Так же самое, лучше ставить на стиралку такой же. Ну, и здесь вот так мы обыграли, подключили вот этот вот смеситель. Здесь еще такой необычный у нас смеситель будет. Он будет стоять в ванной комнате. Вот здесь куча таких вот причиндалов. Вот смотрите, какая моделька интересная у него. Получается, как он плоский. Вот на три положения. Верхний будет тропический душ, лейка и набор на ванну. Вот такой вот дизайн. Это фирма у нас Lidemi. Здесь у нас так же было видно выходы тоже на разных, на разной высоте. Вот было сделано предыдущими мастерами. Установили, так же была наружная резьба, везде установили муфты. Вот такие вот удлиненные чашечки. И вот так это обыграли. Вот выход на стиралку. Тоже так же мы здесь все это обыграли. И сейчас будем ставить вот сюда смеситель. Уже на ванну, чтобы было аккуратненько уже смеситель. Мы сейчас его установим. Я покажу, с какими мы здесь проблемами столкнулись. Установили вот так смеситель. Здесь видно, мы подрезали та же эксцентрика. У нас четко все заподлицо с плиткой. Та же самое здесь вот гаечки. нигде не видно вот этого вот желтого эксцентрика или там белого. Четко вот гайка заподлицо с нашим смесителем. Вот так должна быть чистовая установка именно смесителя. Все вот эти вот вещи, все это подрезается. И вот так это все это как выглядит. Здесь все видно. У нас регулируется сама стойка. Здесь ее можно как бы регулировать и опускать и поднимать. Чем это удобно, что если кому-то, например, кто-то высокий, то можно будет его задереть под самый верх. Вот так это все выглядит. Здесь еще потом будет столешница мраморная и уже будет устанавливаться сюда будет умывальник. Но это уже будет другая серия. Так что, может кому-то видео было полезно. Подписываемся, ставим пальцы вверх. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok